Всем привет! С вами канал Космостар. Певица Азиза в беседе с mki.ru рассказала о паузе, наступившей в ею карьере после убийства Игоря Талькова. По словам Азизы, она сохраняла спокойствие. «После смерти Талькова многие на моем месте спились бы или еще хуже. Но я родилась в семье музыкантов. Мои предки – глубоко религиозные люди, они служители мечети», объясняет 58-летняя артистка. Затишье она посвятила семье и работе. «У меня не было задачи умереть на сцене. Я на все смотрела спокойно, не было возможности петь, я преподавала, вышивала, как научили бабушки, замуж выходила. Я жила, а не выживала», – вспоминает она. Ранее Азиза призналась, что в 1988 году за ней ухаживал коллега Александр Малинин. Сашка Малинин тоже очень трепетно относится к своей маме. «Он за мной ухаживал в 1988 году в Юрмале, тогда артисты участвовали вместе в музыкальном конкурсе газета.ру. Это я по секрету всему свету», – вспомнила Азиза. По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта юбилейный, во время концерта возник конфликт с участием охранника певицы Азизы Игоря Малахова. Талькова и директора Талькова – Валерия Шляфмана. Споря об очередности выступлений артистов, Шляфман, предполагает следствие, вырвал из рук Игоря Малахова револьвер с целью убийства Малахова на почве личных неприязненных отношений. Произвел выстрел в Малахова, однако в итоге ранил Талькова в руку и грудь, вследствие чего певец погиб. Продолжение следует...